дорогие друзья приветствую вас на канале practical shooting и сегодня я вам расскажу о первом боевом крещении на соревнованиях по практической стрельбе так боевом крещении привет друзья сегодня я вам расскажу о боевом крещении на первых соревнованиях по практической стрельбе для ребят которые занимаются в моей группе это их первый опыт и сегодня вы увидите самое интересное все мы когда-то делали что-то в первый раз когда непонятно с какой стороны подойти и с чего начать вот и для тех кто начинает заниматься стрелковым спортом надо с чего-то начать для того чтобы помочь сориентироваться в первом матче по практической стрельбе я прошел все соревнования вместе со своими учениками рядом для каждого из них это был первый опыт какие проблемы возникают в первую очередь в первую очередь надо как-то попасть на такие соревнования и для этого ребята тренировались всю осень со мной надо подготовить карабин и тут ребята тоже оторвались практически у всех оружие упаковано под самую завязку с одной стороны можно сказать что это излишне когда еще совсем мало опыта и лучше тратить деньги на что-то более необходимое чем просто тюнинг то есть и когда делаешь что-то сам ты в этом уверен потому что ты делаешь я если что-то делаю я всегда перезакладываюсь по надежности и по каким-то там смотрю чтобы минимальные допуски ну потому что не знаю просто вот наверное какая-то черта характера то есть если там собираем уэсэм то собирает соответственно он со всеми там выводится все это десаде сажается на лактай штангенциркулем замеряется записывается но понятно же что сборка своего спортивного снаряда это приключение начала выбрать потом купить поставить и настроить это крайне увлекательное занятие само по себе что-то в этом есть мистическое готовить свое собственное оружие или как старый японский мастер кует свою изысканную катан карабин это вообще вещь как тюнинг автомобиля бесконечно можно что-то пилить и делать в жизни не видел вот такой штуки то есть как вообще видел я взял веревкой однажды прикрутил чтобы надежно прицел держался на ружье вот а тут вот такая фиговина прям промышленная сверху за пикатинь подцепляется здесь в общем крышка держится кто делает на ганзе молодцы хорошая вещь конечно сложнее разбирать зато крышка теперь держится на сто процентов молодцы ребята додумались на пути подготовки к матчу также возникают и другие трудности что-то сложно с точки зрения бюрократии например на установку левой рукоятки требуется получение направления на ремонт через госуслуги и далее услуги сертифицированной оружейной мастерской а кое-какие компоненты просто не встают на место так чтобы поменять приклад на тр-9 нужно иметь запасной комплект нервов добротный набор инструментов включая хорошие тиски и главное полное понимание что когда и куда нужно бить кувалдой вот такие вот японские мастера по катанию я вообще я горжусь собой что меня не сквалифицировали но правда я очень горжусь я ненавижу соревнования то есть я их люблю но это конечно очень такой серьезный стресс наверное после третьего упражнения просто расслабилась и начала получать кайф от того что происходит я должен сказать что тюнинг карабина особенно на первоначальном этапе вашего вхождения в практическую стрельбу не так уж и важен можно стрелять и со стандартным карабином просто установив на него коллиматорный прицел да без коллиматора будет сложно и нужно иметь пару запасных магазинов все но разве дело в этом а дело в том что сам по себе процесс тюнинга своего собственного ствола самодостаточен и приносит удовольствие вторая проблема чтобы попасть на такие соревнования нужно о них просто узнать тут вам поможет сайт make ready думаю что за 10 минут вы там во всем разберетесь находите нужный вам матч регистрируйтесь на нем оплачиваете взнос и готово стоимость участия варьируется но в среднем это около 5000 рублей а вот узнать о тех требованиях которые предъявляются к участникам уже сложнее так 10 лет назад все было довольно просто но теперь бюрократия добралась и до практической стрельбы если говорить о сегодняшнем матче то тут есть два пути первый это участвовать вне зачета тогда вам понадобится свое оружие само собой разрешение на него паспорт довольно быстро вы подписываете договор со стрелковым комплексом расписывайтесь в журнале техники безопасности и получаете оружейную карту простую бумагу в которой указаны данные на ваше оружие теперь можно идти в стрелковую галерею готова для стрельбища достаточно того что государство доверяет вам оружие у вас есть на него руха то самое разрешение случился перелом как бы это самое что обидно случилось не в игровых моментах не занять спортом я ступился и получил очень нехороший перелом стопы теперь я гуляю хожу и тренируюсь гипсе считаю что каждый человек должен эти занятия потому что ты дает это впечатление и даете круг общения это дает тебе коллектив в котором интересно который разделяется об общей цели и дает возможность развиваться ставить цели и получать эмоции поэтому ребят если у вас нету хобби приходите практическую стрельбу второй путь если вы хотите принимать участие в официальном зачете вы спросите а для чего это нужно в официальном зачете это нужно для получения спортивных разрядов и званий и конечно для удовлетворения своего честолюбия всегда приятно официально быть лучше кого-то ну что ж если вам это нужно тогда вам придется попотеть потом высохнуть и попотеть еще несколько раз потратив изрядное количество времени на разного рода макулатуру и так сначала вы должны стать членом фпср федерации практической стрельбы россии для этого вы готовите пакет документов сдаете теорию практику инструктору и тому подобное я жалею вас не стану углубляться в крайне скучные детали процесса просто скажу что вступление в фпср пожалуй единственный оправданный шаг на пути официального участия в соревнованиях объективно большая часть бумаг носит сугубо формальный характер например анти допинговый сертификат этот шедевр крючка творства нисколько не повлияет на чистоту спорта но зато заберет у вас пару часов времени вашей жизни в списке макулатуры также будут страховой полис заявка и справка допуски к соревнованию двух словах если у вас не хватает силенок запихнуть эти несчастные патроны что мы делаем вставляем и подбиваем ну еще одна вещь не знаю стоит ли говорить нужно научиться стрелять не обязательно сразу стать мастером но обязательно знать понимать и применять на практике все правила безопасного обращения с оружием уже ради одного этого вам стоит познакомиться со стрелковым спортом это крайне полезная вещь есть большая разница между тем чтобы просто знать правила безопасности и применять их на инстинктивном уровне для этого вам понадобится конечно как можно больше практиковаться если вы не знали то я вам расскажу что у нас есть понятие дисквалификации если вами были нарушены правила безопасности то суди на упражнениях это вот эти вот джентльмены и леди они сразу отстранят вас от соревнований то есть остановят и попросят разрядить оружие и сразу же отправят вас домой до дисквалификация это такая а я яйка которая сразу заканчивает для вас соревнований больше никакой стрельбы кстати какими бывают дисквалификации вы сможете посмотреть нажав вот на эту ссылку в правом верхнем углу стрелки которые занимаются со мной очень хорошо знают и понимают правила безопасности я в них ни секунды не сомневался и они естественно с честью дошли до самого конца своего первого матча но не зря же я множество раз на тренировках дисквалифицировал этих самых ребята за малейшие нарушения но не только лишь все доходят до финального упражнения новички очень часто оказываются дисквалифицированы даже не успев понять что случилось но иногда судьи все-таки щадят стрелка новичка если видят что нарушение не опасно например новичок не полностью убрал палец со спускового крючка во время перезаряжания оружия то его может быть и простят я знаю что официально они не вправе этого делать но тем не менее на практике такая форма гуманности иногда редко но иногда имеет место быть про судей бояться их разумеется не стоит в российском судейском корпусе есть пара странных персонажей но подавляющее большинство это объективные добродушные и ответственные люди не тратьте свои силы на споры с ними силы вам еще очень пригодятся а судьи вам скорее всего помогут и подскажут что я сегодня и наблюдал на соревновании о правилах безопасности можно снять полноценный эпизод а сейчас я вам скажу что чаще всего нарушаются так называемые углы безопасности например прямо во время упражнения стрелок направил свой ствол туда где могли бы находиться зрители вторая самая частая причина по которой дисквалифицируют это оставление пальца на спусковом крючке при перемещении и манипуляциях с оружием так что ребята будьте внимательны ну что друзья вам еще не раз хотелось принять участие в матче по практической стрельбе вы не шокированы тем сколько трудностей уже преодолели эти ребята на своем пути пойму вас если вы а задали а мы пойдем дальше упражнение и стрелковое мастерство понятно что лучшие матчи у ребят еще только впереди а пока что на упражнениях их мысли распыляются между правилами безопасности сложностями самого упражнения с большим количеством позиции разных решений и просто запомнить где они все находятся откуда их видно уже серьезная проблема далее понять попал ты в нее или нет случайно не подстрелить бабку кстати это мишень в которую нельзя стрелять под страхом штрафа прямо как в объявлениях запрещающих стрелять парашютистов я за собой замечаю то что мишенная обстановка иногда не позволяет все запомнить в голове и над этим надо работать работать над внимательностью и не поддаваться каким-то фактором виде того что магазин не отстегнулся патрон не дослался спокойно и тихо вообще не жалею нисколько понял для себя на чем надо работать на чем не надо работать чтобы не ухудшать и не смещать куда-то фокус и экипировка наша все не надо забывать об этом по мере втягивания в соревнования ты начинаешь понимать что мелочи иногда очень важны подумаешь подумаешь например обувь но можно и спину себе сломать поскользнувшись я на одном упражнении там себе спину повредил я подскользнулся у меня нога поехала и болела полгода спина вот я стреляю в кроссовках специально я их только надеваю на соревнования во-первых жесткие шипы во-вторых ну вот протектор и шипы очень цепки то есть не скользит не нигде посмотри у него будет опять ну раз пошел разговора обуви лучший вариант не скользит не скользит молит кстати есть забавное наблюдение оружие которое нормально работало на тренировках почему-то очень часто дает сбой именно на упражнении ну а если ваше оружие не работало и на тренировке то может быть и на матч вам ехать еще рано оружие должно быть приведено в порядок надежно работать быть пристреленным и чистым патроны нужно брать с собой с двойным запасом например если на матч у вас обозначено 250 выстрелов то с собой должно быть 500 патронов практически перед каждым матчем есть возможность немного разогреться не пристреляться на пристрелку как правило время вам не дадут а именно разогреться выпустить пару магазинов по железу по гонгам или по бумажным мишеням я всегда рекомендую вас пользоваться этой возможностью чтобы почувствовать звук выстрела запах пороха втянуться и для того чтобы ранним утром резкие выстрелы для вас не были сюрпризом поэтому идите в зону разогрева и немножко постреляйте заодно вы сможете также и проверить надежность работы вашего оружия другой вопрос какое количество магазинов нужно брать с собой данные конкретные соревнования по пи си си и здесь практически нет перезарядок на весь матч может быть один или максимум два раза вам придется перезарядить оружие и теоретически хватит двух магазинов но я бы вам посоветовал не ограничиваться этими двумя магазинами я вам рекомендую иметь на себе во время упражнения не менее двух запасных магазинов а вообще не менее пяти зачем так много спросите вы затем что магазина во время упражнения может заклинить могут перекоситься патроны или туда попасть грязь и вместо того чтобы ковыряться с этим магазином его надо сбросить и вставить новый кстати этот магазин который уже начал капризничать лучше отложить до того как вы разберетесь уже дома с ним когда почистите и приведете его в полный порядок косяков было из-за того что левый перезаряд не работал я в принципе удивлен что карабин вообще дострелял до конца всего чемпионата я не думал что оружие что работает как часы я понимал что когда ты покупаешь какой-то тюнингованный и сэм заточенный под спорт что он не сразу будет работать но то что он настолько не заточен и настолько не сразу что аж пять раз его приходилось допиливать я был правда удивлен удивлен потому что когда ты покупаешь тюнинг он по определению должен быть выше качеством чем штамповка на заводе но была идея выкинуть его нафиг и вернуться на штамповку на заводе следует помнить что в холодное время одеваться нужно с запасом если вам будет жарко то всегда снимите а если холодно надеть будет нечего когда тело замерзнет то энергии на его согревание уходит очень и очень много устанешь уже к середине матча а усталость это потеря концентрации и вследствие чего происходят разные ошибки и конечно на матче нужно иметь все запасное даже флажок безопасности очки и беруши и набор инструментов такая же часть вашей стрелковой ноши как и сам карабин по ходу матча я стараюсь подсказывать своим ребятам по поводу того как лучше пройти упражнение но не нужно даже лучшему другу навязывать идеальный в кавычках геймплан ваш план прохождение упражнения и вправду может быть очень разумным и хитрым но план он как обувь он может подходить вам но это совсем не значит что он подойдет вашему другу на первых порах вообще не стоит стремиться переусложнять себе позиции или отдельные связки будьте проще кстати по ссылке в правом верхнем углу вы увидите отдельный эпизод об этом особого внимания заслуживает тема психологии когда-то я наивно думал что психология в стрельбе это киромантия в перемешку с эзотерией я думал так если ты умеешь стрелять то тебе нечего париться но в жизни так не получается теперь я полагаю что психология занимает не менее трети в ваших итоговых результатов наряду с техникой стрельбы и физическим состоянием когда стрелок накосячил лучше всего его не трогать не утешать это никогда не помогает оставить его в покое он сам спокойно переварит он негатив выпустит иначе он вы негатив только будете поощрять поэтому если с товарищем вы стреляете даже если за него расстроились хотите ему помочь поставьте его на пять минут в покое пусть он сам все сделает а потом уже когда у человека развеется уже будет конструктивно обсуждать а надо было там сделать так дойти сюда и стрельнуть туда все-таки переживать все нормально дай петюй держи пока я тебя тренировал жизнь меня убьют меня все дисконфицируют я не дай я буду вас снимать и волнение и адреналина это то что наверняка будет мешать вам показать свой лучший результат на первом этапе мой совет таков волнуйтесь волнуйтесь себе на здоровье это нормально и нормально расстраиваться из-за ошибок и промахов просто помните что у вас будут новые соревнования и новые возможности к тому моменту у вас уже будет гораздо больше стрелкового опыта и мастерства и тогда ваши шансы будут значительно выше как говорила моя бабушка держите хвост пистолетом все сложности и затраты стрельбы в конечном итоге окупаются сполна как бы пафосно это не звучало но путь к лучшей версии самого себя лежит через борьбу и в конечном итоге сила эмоций от достижения цели оказывается дороже денег а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok